Сегодня мы решили весело провести выходные и устроить девочкам сюрприз. Сейчас они, как обычно, проснутся, пойдут умываться в ванну, и тут они узнают, что сегодня им придется поменяться своими утренними рутинами. Вика будет жить по графику утро Амелии, а Амелия по графику Вики. Смотри это видео до конца, будет очень весело. Субтитры делал DimaTorzok Так, раз у нас с тобой обмен утренней рутины, то мне надо идти твою кровать заправлять. Ну ты тогда иди мою заправляй, иди. Значит. Вы, наверное, спросите, что я делаю в родительской спальне. Да, потому что Амелия еще маленькая и боится спать одна где-то в другой комнате, поэтому она спит на своей отдельной кроватке в комнате родителей. Ну что, Амелия, сегодня твое утро начинается с того, что нужно будет заправить Викину кровать? Давайте ее заправляем. Здесь настолько маленькое одеяло, что, чтобы заправить кровать, нужно просто взмахнуть. Ну, и чуть по краям поправить, и будет хорошо. Ты любишь заправлять кровать? Да. Очень миленько, что я заправляю кровать своей младшей сестре. Ой, у тебя здорово получается. Хочешь, я тебе помогу? Давайте подушечку уберу. Хватай здесь за уголок. И тянем, тянем, тянем. Вот, как здорово получилось. И подушку. И подушку. Она упала. То, нормально. Это у Викины любимое занятие, прыгать на кровати. Так, следующий пункт умыться. Интересно, а мне обычной водой умываться или детскими пенками для лица? Точно, песня умыться. Амелия, а ты что, читать умеешь? Нет, ну, ты же не подсказываешь. Ну, да. О, опять не стыдитесь. Ну что, как моя кровать? Нормально заправила? Да. Точно? Да. Проверять не придется? Нет. Пойдем. Амелия, все так хорошо, все так простенько умылся с облыводичкой, и все. Так, что ты такое взяла? Это Вика обычно этим пользуется, да? Да. И как нужно им умываться? Что, чистая кожа? Да. Ну, а чистить зубы мне, конечно же, придется только детской зубной пастой. Таким клубничным зайчиком. Зато вкус детства, я вот недавно говорила в каком-то из роликов, что очень детские зубные пасты, потому что они такие вкусные. Они очень вкусно пахнут. А что, надо мочить? Я просто не знаю, не разбираюсь в женских штучках. Все, чисто, чисто. Ну, а еще от куми, кстати. Слава богу, не Амелия, ну. Ух ты, какой шарик. А что это? Амелия. Для глаз. Для глаз? Чтоб лучшие глазки видели? Да. Или чтоб красивые были? Красивые были. Ну, у тебя же и так глаза красивые. Ну что, ребята, следующий пункт, это сделать какую-нибудь детскую прическу. Знаете, какая моя повседневная прическа? Это просто обычный какой-нибудь хвостик или просто распущенные волосы. В детских прическах их же столько много. Ну, что обычно Амелия делает? Она делает, ну, ей мама делает. Хвостик высокий, два хвостика по бокам, косичка, две косички, какие-нибудь бантики. Это вообще кошмар. Столько причесок. Амелия, а это что? Это вообще как-то. Глазки только закрой, пожалуйста. Давай, нажимай. Хе-хе, вот что я тебе помогу. Все, супер. Ну что, красивая? Да. И знаете, мне кажется, самый простой вариант, который мне подойдет, это просто две аккуратненькие косички вот здесь по бокам. Я буду расчесываться вот этой детской расческой. Это Амелина расческа, тут даже ее волос. Я знаю, что надо делать. Да? Молодец, какая. Крем намазать. Крем будем мазать? Да. О, а что за пинцет какой-то? О! А, это не крем. Это патчи на глаза. Детские волосы, ладно, понятно. Но мои волосы, они же вообще не расчесываются. Они просто сглаживаются. И все. Ух ты. И на глаза, да? Супер. Теперь второй глазик, да? Тут ареал по косичкам. Так, разделяем волосы на три части. И начинаем перекладывать наши пряди волос. Главное сделать, ай, больно, две одинаковые косички. Раз, два, два. Банчики готовы, прическа готова. Погнали смотреть, что там дальше в списке. А теперь мы гулять с Милкой идем. Наконец-то сейчас весна. Да, погода хорошая, да? Да. Милка, ты сделала все свои дела. Мы забыли поводок в городе. Теперь придумали вот какой из двух ремней, да? Может отдохнуть, полежать в англобильной кровати? Мне кажется, чуть-чуть можно прилечь. Об этом тоже никто не знает, только мы с нами. Ой, как тут хорошо. Такой мягкий матрас. О, хорошо. На, на. Голос. 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 Альфа Миле, не ты голос. Милка, голос. Голос, Милка, домой. Домой. Все? Погуляли? Итак, следующий пункт это переодеться. Окей. Заходим в гардероб. Вот это прекрасное место, где находится куча одежды. И мамина, и папина. И, конечно же, Амелина. И вот, посмотрите, целый стенд с ее всякими платьюшки, футболки, джинсовки. Вот вы думаете, да? Вика, ты что, наденешь вот это? Это вообще-то мое платье. Ставь лайк, если твоя младшая сестра донашивает за тобой одежду. Ну, а сейчас зарядка, да? Да. Где будем ее делать? Прямо здесь? Да. Давай, расстылай коврик. Так, молодец. Это лето, улетаю, как ракета. Что ты говоришь? Улетаю, как ракета. Это лето, смертный мечтой. Лето, улетаю, как ракета. Это лето, лето, лето. Я думаю, вы знаете, что Амелия очень любит... Милка. Секунду. Милка, иди сюда. Иди сюда. Пойдем, 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 пойдем. О, молодец. Как называется упражнение? Пойдем, да. Велосипед. Раз, два, три, четыре. Молодец. А какие ты еще знаешь упражнения? В общем, рассказываю, Амелия очень-очень сильно любит смотреть наш YouTube канал Вики Шоу. И она наткнулась на одно из старых видео, где вот я мерила вот такие разные костюмы. Болотная. Болотная старуха. Так это и есть кикимора. Я называю кикимора. Я не кикимора. Вот что будет, а что? Я кикишел. О, точно не малина. Ой, красотуля-то какая. Покружись. Принцесска. Я была в разных таких костюмах. Мне на тот момент было около 9-8 лет. И костюмы, в принципе, на этот же возраст. Но они Амелии тоже как раз. Это называется кошечка? Да. Так, кошечка злится. Давай я. Теперь кошечка добренькая. Мусалочка, орель, что-то такое. Или костюм какой-то... Костюм какой-то болотной бабы Леги. Ну, они оба, в принципе, нормальные. Но мне кажется, надо оба померить и посмотреть, какой мне все-таки больше подойдет. Вот это, мне кажется, уже. Потому что это упало. Все, давайте померим. Переход, надеюсь, получится. Ребят, у меня рука не лезет в костюм. Ты не подписался? А зря. И тут переход. Милка же в камеру лизнула. Обратно. Опа. Теперь правильный переход. Ну, знаете, он выглядит более нормально. Но единственное, что... У меня ограничено движение в локтях. И все очень сильно колется. Можно как можно быстрее сделать все оставшиеся дела в списке. Амелия, сможешь сделать лодочку? Да. Так, и раскачиваем лодочку. Амелия, у тебя что с лодочкой случилось? Вот так, вот так, вот так. А что с языком у тебя, Амелия? Ты зачем язык вытаскиваешь? Раз уж ты досмотрел это видео до этого момента, то значит, оно тебе очень понравилось. И у меня появилась хорошая идея. Я хочу поменяться с моей сестренкой жизнью на целый день. Мне кажется, это очень хорошая идея. Думаю, тебе очень понравится. Ну, а чтобы ты не пропустил это видео, то советую тебе подписаться на наш канал. Потому что я думаю, что это видео будет очень скоро. Поэтому не забудь подписаться. Ну, а мы продолжаем. Амелия, а дальше у нас по списку это переодеться. Давай найдем, что там у Вики есть новенькое. Ух ты, это совсем что-то новенькое. Это совсем что-то новенькое. Раз, два, три. Ты похож, знаешь, на кого? Как лаваш в капюшоне. Дальше у нас по списку приготовить завтрак. Ты что будешь готовить? Пинчики. Ух, красота-то какая. Лепота. Что у нас тут в следующем списке? Зарядка. У меня вопрос. Как? Как вот в этом платье я буду делать зарядку? Вот здесь. Вы серьезно? Это шутка? Лук скатится? Он меня вообще выдержит. Какой кошмар. Ну что, Амелия, рассказывай, как надо готовить блинчики? Банан, потом муку. Давай, клади банан. Потом яблоко. Ой. Яблоко, ты сказала? Яблоко. Молодец. Почти получается. Смотрите, здесь есть кольца. Я могу на них повисеть. Что, погнали? Сколько? Это была одна? Ну, на полсеку, да? Ну что, готово? Да. Теперь что? Теперь я буду положить яйца. Ого, давай. Супер! Класс! Канадик. Милка, помоги мне! Помоги мне! Высыпаем мукой. Давай, все высыпай. Вот так! Будут самые вкусные блинчики на завтрак, да? И перемешиваем. Опять надо перемешивать. Да. А меня очень любят за этой зарядкой повторять все, что можно. Давай. А тебя кто научил блины жарь? Мама. Мама? Какие красивые! Наверное, вкусные! А теперь ответственный момент. Надо перевернуть. Давай. Опа! Вау! Молодец! Давай все! Ух ты! Класс! Может быть, открыть канал, где мы будем готовить завтраки? Готово! Давай завтракать! Какая умничка! Следующий в списке завтрак. Без проблем. Какая же вкусняшка! Вот это да! Я думаю, что там вкусно пахнет! Это ты мне приготовила? Да. И мне. Да, и мне. Это потрясающе! Она сама это готовила? Да. Ну что, дальше у нас убраться в комнате. О, что тут у нас следующее? О, нет! Уборка в комнате! У Амели там всегда такой бардак! Это будет ужасно. Пойдем убираться? Да. О, нет! О, нет! Собственно, все! Дай, пожалуйста, у тебя. Вы бы, если бы увидели этот бардак, с чего бы вы начали? Я предлагаю сначала убирать все куклы. Здесь очень много кукол и вещей от кукол. Например, вот. Это ванна от домика Лол и сама, собственно, кукла Лол. Все это мы будем сюда складывать, потому что у нее есть какой-то домик Лол, который был когда-то моим. Но я ведь уже выросла. Поэтому Амелия получает не только мои вещи, да еще и все мои старые игрушки, украшения, абсолютно все. Еще смотри, тапочка по столу лежит. Почему-то одна, кстати. Надо тоже. Давай уберемся. Что, тоже туда? И тапочку туда? Безголовая кукла Лол. Моя. Голубь, что ты здесь делаешь? Вообще-то ты у меня был когда-то в комнате. Книжки надо сюда. Хотя бы книжки у нее красиво лежат. А это вообще для Милки. Милка, на. Дальше у нас по списку. Сейчас почитаем. Делать макияж. Ты можешь взять любую Викину косметику и сделать себе макияж. Итак, после такой сложной уборки я наконец-таки могу приступать к следующему пункту. Это поиграть в Амелиной игры. В моем случае это мой собственный домик Лол, который сейчас принадлежит Амелии. Потому что я же уже не играю в куклы. Потому что у нее есть такой домик Лол, который был когда-то моим. Но я ведь уже выросла. Ну а теперь макияж, да? Да. Потом нам свитом надо скрывать. Давай сначала расческу Амелию. Сначала расчешем волосы. Молодец. Красотка. Этот домик мне кстати достался на мое день рождения. Но! Домик Лол! Вот здесь вот тоже открывает. Это домик Лол! Это было очень давно. Сейчас мы считать не будем. Мы будем просто играть. Это что? Мамадом. Амелия, а для чего красятся девочки? Для съемок. Для съемок? Так. Вот здесь у нее много кукол. Есть правда и безголовные. Но мы будем играть с целыми. Слава Богу. Покажи, что получилось. Опа. Что такое? А-а-а! Здесь потайная полка есть. Я совсем забыла. Здесь знаете что? Здесь бассейн. Два бассейна. Амелия, а давай теперь тени. Ты умеешь тени? Пользоваться тенями умеешь? Давай покажи, как ты это умеешь делать. Опа. Это надо под глаза, да? Да. Если кто-то из вас не знает, расскажу, для чего здесь нужен бассейн. Максимально кратно. Многие куклы Лол могут менять цвет. Мы кидаем куколку и смотрим, какая часть тела у нее поменяется. Например, у нее может появиться купальня. У этой куколки ничего не произошло. Она значит обычная. Убирай. Ой, осторожно, в глаз не попади. Под глаза не надо было наносить, что ли? Да. Я перепутала. Ну ничего страшного. Потом сотрем, да? Да. Ах, красота. На самом деле, это такая ностальгия, что я сейчас сижу возле своей самой любимой игрушки и своих самых любимых кукол. Я очень сильно любила все, что связано с куклами Лол. Я их коллекционировала, я с ними играла, устраивала просто такие масштабные игры. Целыми днями сидела и играла вот с этим домиком. Ну что, Миля, ты готова каждый день так проводить свое утро? Угу. Правда? Да. В общем, ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайкосики, ставить подписоты, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. До встречи в новом видео. Пока-пока.